привет спасибо чтобы везде за границей знали что мы пропагандируем астинский язык едешь страну в которой на улицах отбирают сумки у женщин один плюс ты не женщина у тебя надо убивать мчимся по трассе погода отличная артур нарушает то есть осетия привыкает к тому что мы блогер все мы выдвинулись в москву аккуратно ребята я блогер ой это вообще такое хуйниче сегодня она в тренде а завтра в задницу но это очень страна опасно а манима 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 я собираюсь а вообще в теплые края время моих путешествий опять началось поэтому наблюдайте в общем завтра я вылетаю в москву пробуду в москве два дня затем я вылетаю в рим время пересадка и лечу в те самые теплые края куда именно не буду проговорить будете отгадывать по роликам только что стоял вот рядом парень помахал мне сказал привет всем блогеров спасибо давай мужник запаху вот так видите какие дружелюбные у нас люди в осетии приятно приятно вот такие ребята благодаря им вот хочется созидать действовать и снимать красивые видеоролики просто парень опустил окно с тонировкой и сказал привет блогерам все это вот лучшая похвала какая может быть спасибо ему увидишь себя в нашем ролике сейчас заеду за своими майками которые заказал специально для этого путешествия мастерская ирон зина от можно к вам конечно это шант основатель ирон зина да делает крутое дело не только бизнес но и социальное дело я считаю да согласись да из-за этого заработка особо это подарок я я пришел хотел заказать шант шант не сделал подарок так это одна вообще топовая в общем заказала все такие майки чтобы везде за границей знали что мы пропагандируем астинский язык ахур к нам англиша гужак фала свое нику рог к нам вот буду теперь в таких майках ходить буду заказывать забрал свои майки будете смотреть меня моих супер мега крутых майках едешь страну в которой на улицах отбирают сумки у женщин у тебя есть один плюс ты не женщина ой коренастый парень ездил в аэропорт артур меня везет безсландский аэропорт поехали мы короче чтобы подзаряжаться тоже надо уезжать я когда уезжаю другое место это то это тоже как зарядка намного круче когда ты осознаешь вообще действительность родины когда ты уезжаешь и приезжаешь они просто здесь живешь здесь ты даже не живешь здесь существует его ты меня провожать выше как круто мчимся по трассе погода отличная артур нарушает какова вероятность того что я сейчас по любому в самолете встречу знакомых закин я еще не в самолете однокомые уже встречаются если чё блогер и знаешь на меня в осетии даже не смотрят уже как на идиота раньше с камерой как на идиота а теперь как ты хочешь постоянно вот с такой выпрямленной рукой так тебе уже привыкли то есть осетия в руке да то есть осетия привыкает к тому что мы блогеры так это камеру тоже надо ставить быстро словно амг а ну попробуй понятно но бед я у нее синдром марианны это не плохое это не плохо что сказать? нажимать? давайте увидимся 10 марта 10 марта ты никогда не увидишь потому что у них такая сенитивная ВЕСЕЛА 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 я в очках сейчас они подумают просто это в какую жаркую страну приехала вот где непременно очки на голове должны быть просто Марианна и Алена через Москву летят на Кубу ничего не подумайте они на Кубу летят как подах сегодня со своими друзьями две скалы от сама все мы выдвинулись в Москву аккуратно ребята здравствуйте А вы не балуетесь там? Мы никогда не балуемся. Я знаю, я знаю, очень. Правда, два врача, остальные не знают. Один врач, бизнесмен. Я блогер. Ой, это вообще такая хуйничая. Я даже... Это идиоты, самый настоящий блогер. Что такое блогер? Выскочит и начинает, ага, дрожать. Сегодня оно в тренде, а завтра в заднице. Мода, мода. Хайпанул. Такую хуйнищу буду. Вот этот вот, Шаляпин. Прохор. Вот сейчас он с этой девкой живет. Как ее? Шурыгиной. Не, не Шурыгиной. Почему я к вам сцепилась? Вы юморные, у вас такой скользкий юмор. А вот если дурак, балбес, ну вот подойдет, помнется, как будто штаны на самом деле. Я и не знаю, что с ним говорить. Тренинг. Тренинг от нашей комендантши. Просто бомбовый. Как вам тренинг? Нам нормально. Нам отлично даже. Жизненный опыт другого человека, это просто так потрясающе. Знаешь, что мне понравилось? Да невозможность искренняя. Все, если я иногда про блогеров начала говорить, просто неискрываемое отвращение в ее глазах. Подумал, надо вам показать, что я с собой беру в Бразилию. Сейчас коротко покажу, что беру с собой. Обычные вещички. Пляж, работка. Да, почему у тебя длинных носков нет? Ну, жаркая страна, какие длинные носки. Сейчас на плантацию пойдешь там, чтобы тебя клещи не кусали. Тогда я возьму джинсы. Или возьму колготки у кого-нибудь. У тебя вот не воняло сорта, чтобы ты был этот презентабельный, да? Это вот... И чтобы от тебя еще приятно пахло. Флаги. Российский, Аланский флаг. Футболочки. Стильные, креативные, лично мной разработанные. Паспорта. Российский. Заграничный. Международные права. Я вам не халам-балам. Приглашение, чтобы меня пустили. Вот это приглашение? Ну да. А почему здесь не печать? Ну блин. Да, блин. Че? Да. Страховка. Росгострах. На жизнь? Да. Бразилия... Ну не будем говорить, что это Бразилия, но это очень страна опасная. Кэш. Че бы вы там думаете как другие. Тогда вам не вариант отсюда съезжать. Аманним, аманним, аманним. Книга осознанность. Ну это, это серьезно. Это говорит о том, что я... Это можно первостепенно записать. Это вот ты сначала берешь ее и на нее уже кладешь вот пасту, парфюм. Ты, ты сейчас гениальную вещь сказал. То, что все строится на осознанности. Все. Абсолютно. Ребята, вот она. Главная штука. Книга осознанность. О, шоу. Пожелайте мне хорошей поездки. Я тебе желаю хорошей поездки. Главное, не забывать надевать почтальники. В общем, на этом, я думаю, я отправляюсь в свой трип, в свое путешествие. Дальше будет больше всего. Слово трип не вызывает у тебя каких-то негативных ассоциаций? Трип, травл, путешествие. Да, а у меня трип вызывает ассоциации венерических заболеваний. Если честно, я хочу, чтобы у меня снимались только положительные герои. Но этот парень за пять минут, то, что находился рядом со мной, ничего положительного не сказал. Если честно, я не для этого его звал в кадр, чтобы он говорил об отрезанных ногах, о венерических заболеваниях. Но сегодня, увы, мы не будем играть и будет только правда. Поэтому вот так, слушайте, от Самаза он рассказал все, что хотел. На этом мы завершим этот выпуск. Дальше вы меня увидите в другом континенте. Пока!